друзья добрый день с вами сегодня мария карпинская снова после перерыва и я уже вещаю со своей студии из россии то есть индия покинута мною я вернулась домой и вот я уже сижу своей маленькой студии и говорю для вас и тема сегодня ну во первых мы с вами давно не виделись поэтому здравствуйте дорогие друзья значит еще раз мария карпинская новое планетарное телевидение и тема которую я сегодня хочу поднять вы знаете я хотела прямой трансляции это сделать возможно что у меня не получилось немножко когда получится тогда вот сделаем обязательное прямое сейчас просто такую затравку вам я вам затравку это все они об индии так как я там живу половину по пять шесть месяцев я живу в индии и первый раз я туда приехала в девяносто четвертом году и столько лет прошло а я все не могу оставить эту страну я езжу и в результате разных моих хороших действий дружб в отличие от россии в россии такого никогда быть не может хотя может быть не знаю мне там подарили так скажем дом трехэтажный прописали я там прописано в этом доме этот дом относится к шраму и разным людям и когда если я перестану ездить естественно этот дом заберут и он не принадлежит мне но в нем живу я и живет еще один человек пока меня нету этот человек живет там я намеренно не называю чтобы не было никаких вообще вот инсинуаций люди так устроены завидуют еще чего-нибудь поэтому вот как есть так есть так вот о чем я хочу поговорить вот смотрите сейчас так много всякой информации о разоблачениях разных религий о том что это религии предназначены для управления манипулирования массами ну и так далее что все это неправда и вот сейчас там иисуса вовсе даже не распяли а он вознесся там или наоборот но неважно в общем всякое такое в инде он похоронен но информация огромное количество обо всем о христе о всех религиях о греческой о египетской о беудейской и столько всего адам и ева там на читадам и ева а в туре там два дома и его и лилит ну в общем кругом если все это изучать одни разногласия потеряешься и вообще подумаешь а потом еще славянские веды которых тоже ничего не понятно макошь там еще чего-то нету нет ничего об этих богах если это полубоги боги инды ой индры это уже извиняюсь нету никакой истории просто есть бог такой-то есть сварок есть макошь и это и по пять слов о них один заведует этим другой этим но это не годится там ветхом завете там тоже описываются какие-то люди адам е вода яблоко змей в общем все это не поймешь что а а тут говорят да нет не змеи это было и там еще чего-нибудь в общем если все это слушать и попробовать в этом разбираться а еще египетские боги а еще греческие боги то можно сойти с ума это сто процентов то есть и уже вы никогда и перестать верить вообще хоть во что-нибудь тем более что с другой стороны здесь пропагандируется все совсем по-другому и уже все религии переворачиваются и все строится весь жизнь вся жизнь на эгоизме и мир строится на деньгах и эгоизме и я потом обязательно сделаю об этом передачу эгоизм или альтруизм это же тоже очень важные вещи так вот бесконечно вот это все бесконечно и ну можно запутаться то ли греческие боги которые вообще за такие злые то ли египетские которые не поймешь может инопланетяне которые вообще делали эксперименты и поедали людей то ли очень злой бог иудейские и гово там яхва который рассердился там все туда-сюда не поймешь чего и ничего про них особенного не сказано если спросить ну расскажи мне биографию так скажем историю все яхва или ягова не знаю расскажи мне биографию зевса ну что-то там чуть-чуть есть не знаю расскажи мне к биографию египетских богов тоже не знаю откуда взялись что делали зачем появились чего хотели славянские боги и веды роны тоже не знаю кто такие демоны кто такие бесы в общем особо кто такой люцифер почему он он же дьявол он же сатана сатана и дьявол это одно и то же или нет в общем то а с другой стороны утренняя звезда с другой стороны дающий свет излучающий одни противоречия и разбираться во всей этой лабуде так скажем вот где там правда где ложь невозможно это очень сложно одни кричат это другие к особенно сейчас все блогеры каждый несет свое кто где откопал все несет и это действительно вот несется со скоростью света вся вот это вот что-то такое кома нарастающим и люди разобраться в этом не могут ну кто хочет отринуть там христа для того пожалуйста там есть передачи кто хочет отринуть египетских богов что они инопланетяне страшные тоже тут тебе всякие конспирологии в общем в общем жить в таком мире ну практически невозможно и вот я все-таки задам вам вопрос скажите почему изучается в вузах почти во всех там исторические история изучается религии истории религии все все религии подробнейшим образом греки там или иные там греки или иные эти самые египтяне ветхий завет почему никто и все мы знаем их имена и все мы вооружены адам и его у нас повсюду присутствует и никто ничего почти но только сейчас не знает про индийские веды про арийскую философию которая на самом деле является наследием предков наших потому что когда-то земля была один континент и там жили только одно племя арийцы и один арийский царь был но про это никто ничего не знает знаете почему потому что так проще сказать вот это этим заведует это этим этот дьявол этот бог этот и все а чтобы изучить индийскую философию пураны и веды нужно перелопатить очень много литературы нужно действительно читать много но если вы все прочитали хотя там тоже бывают разные отклонения ведь брагават гиту тоже дописывали чего-то там приписали ну сейчас можно посмотреть это все видео и если на этом сосредоточиться серьезно сосредоточиться но вот как я я изучила всю историю мне все абсолютно ясно у меня нет сомнений у меня остается несмотря на все муть которую гонят со всех сторон блогеры мне остается чистый незамутненный ум нет сомнений и я знаю что вот то что я знаю это есть настоящее знаете почему потому что если вам допустим ну вот есть некий человек какой-то который живет в наше время и вот как люди любят слушать о нем там и вот о нем он известный и вот о нем говорят там 100 тысяч человек каждый свою песню поет один плохую другой хорошую один дифферамбе другой обливает третий там еще что-то придумывает конечно чтобы найти правду об этом человеке если он живой легче обратиться к нему живому и сказать слушай вот про тебя говорят вот это вот это и вот это расскажи сам когда человек сам рассказывает то вы начинаете понимать все его биографию вы видите в этой биографии некую стройность последовательность потому что если человек рассказывает свою собственную биографию он как бы последователь он может запутаться немножко в годах ой не помню в каком году было но он рассказывает последовательно и вы видите эту последовательность и вы чувствуете и понимаете что вы имеете дело живым человеком носителем этой биографии но если они он будет говорить вася петь и наташи машей и так далее даши и причем они обычно и не знали этого человека но они о нем говорят то вы будете будет такая путаница вы ничего не разберетесь чем дальше вы будете слушать о нем много разных людей тем больше будет противоречий вашей душе и сомнений вы вообще уже не поймете живой это человек или не живой он гад или не гад он хороший или плохой разобраться невозможно но все равно биографию но есть у каждого человека допустим кто-то живет рядом ну вот допустим я да вот как можно что про меня можно рассказать если не жить рядом если кто-то живет рядом он может рассказать мою биографию потому что он был свидетелем всего этого если он рядом не живет он ничего не может рассказать понимаете то же самое с вот этими всеми богами полубогами в индии демонами там очень четко вот таких толстенных книгах вот таких видео все абсолютно рассказано от самого возникновения вот трех богов до первых от ади шакти трех богов и пошло и вся история по крайней мере прошлое изложено последовательно все ясно кто чего делал кто какие совершал грехи кто куда пошел кто чего так сказать выиграл кто проиграл то есть последовательность событий и когда вы прослушиваете эту всю последовательность и понимаете даже вот если вы допустим смотрели фильм пуран и бог богов дэвонки дэв махадев а потом махакали немножко есть такие небольшие разницы но они настолько незначительные вы просто видите последовательную линию развития всей истории простите человечество тогда возникает вопрос то есть люди на земле которые возникли начало боги потом от них люди это были арийские люди арийские племена тогда откуда появилась вот это многообразие откуда появилась египетская цивилизация это вопрос вот такой большой да и почему если изучать внимательно то получается что адам и ева это выходцы с египетской цивилизации но в инде опять же есть как ади шакти спускалась под разными именами богинь и создавала разные цивилизации и шумерскую такую сякую как был наказан брама который потом стала иеговой и яхве как потом явился иисус где он был с 12 до там скольки-то до 30 лет что он в инде был следы эти есть почему об этом молчат почему молчат религия католическая православная почему все об этом молчат и почему никто не хочет добавить вот упущенные факты так вот же они факты так вот что делал иисус то так вот чему он учился так вот он нету с 12 до 30 лет нет биографии просто пропал то подумаешь все пропадает и вот все обрывочно все противоречиво и допустим для такого человека как я который все анализирует все все сопоставляет читать допустим один ветхий заветом волосы дыбом станут боже сколько противоречий сколько нестыковок сколько всякой вот надуманности это видно потому что если идет нечто стройное то стройная вы понимаете когда вы слушаете музыку она гармонично вот мелодия и попробуйте туда в клей ничего нибудь другое же скрежет железо вы же сразу это услышите точно так же и в текстах и вот индийские все тексты ведические они очень четкие и у меня ощущение что все что дальше в истории возникало она как-то вытекала из индийской ведической культуры и философии но только добавляли меняли имена чего это там меняли и просто уже писали каждый свою историю или к истории да свою историю писали сочиняли имена придумывали и своих богов придумывали но если вот как я изучить все внимательно вот как я изучила всю индийскую ведическую культуру пураны все 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 у меня нет вопросов у меня нет сомнений понимаете чтобы вокруг не говорили сегодня как бы там не обхайвали куда не опускали не макали кого-то чтобы не делали у меня есть свое мнение на все то есть я настолько вот знаю что что есть правда что сколько бы чего не говорили на меня это не действует потому что у меня есть стройная теория стройная история всего мира а когда у вас есть стройная история то остальное все вы только видите а тут украли тут добавили тут допустили тут подмазали тут переименовали то есть вы уже все это видите эти все дополнения но опять один и тот же вопрос ну почему же тогда почему же тогда замыливается вся индийская история если она есть история всего человечества из нее все вытекает почему ее замалчивают да потому что все очень просто любая страна италия ли с римом или греция ли кто угодно развивались или египет ли каждый хотел быть на вершине или иудея каждый хотел быть самым главным на вершине и поэтому вот это все и замазывали типа не знаю мог потому что взяли оттуда и замазали так вот получается давайте посмотрим на нашу жизнь разве не здесь не так есть допустим один истинный человек например какой-то да вот в этой жизни где-то он что-то создает где-то он чего-то рассказывает а с него допустим сдирают очень многие и присваивают себе они будут кого выставлять себя а кого будут замыливать чтобы его не было зарисовывать истину будут зарисовывать поэтому вопрос если в этой жизни истина как таковая это я вам задаю вопрос ответ я знаю она есть и я нахожу ее в индии поэтому я туда езжу столько лет и вы знаете я вот многие об индии да причем тоже будут замыливать будут писать всякие гадости ну что собственно и происходит с индии и так пишут и сяк лишь бы туда не ехали лишь бы никто не понял ничего потому что слишком много становится понятно с индий как и с человеком как целыми странами все везде одинаково все одинаково и поэтому я вот езжу в индии я ее знаю я имею право говорить об индии потому что с девяносто четвертого года там был перерыв я езжу в индии я путешествую я знаю ее также как и россию я живу в россии и я живу в индии но почему-то о чем меня слушать я ведь буду говорить правду лучше послушать того кто гонит а сколько на самом деле блогеров которые об индии гонят они ходят там ищут какие-то закоулки пугают страшилки какая ужасная страна в ней жить невозможно вот тут грязь вот тут отсталость вот тут еще чего-то правильно так и думайте и не надо вам никуда ездить и ничего не надо узнавать живите тем что вам дают то я так уже от обиды что ли за индию так вот инди это удивительная страна удивительная и жизнь в индии она определяется не грязью на улицах да может быть сейчас потихонечку начинает все прибираться потому что эти люди они не ради прибыли даже сейчас живут они не ради там чего-то они пропитаны с рождения их клетки пропитаны вот этой вот всей религиозностью это очень религиозные люди я же сколько выставляла видео но вам же почему популярность они не набирают индийские а потому что зачем же вам знать что в индийских то храмах бесплатно кормят там не надо стоять на коленях часами биться головой об пол молиться слушать папа который молитвы произносит по часу это все не нужно там тебя накормят к огоньку подойдешь ручками проведешь вот и все но и бывают еще красивые такие мероприятия на берегу ганги когда люди танцуют поют все нормально не надо одевать у так платки и показывает что ты вообще неизвестно что неизвестно уродливый женщины все уродливые почему носят платки такие одевают и под бабок косят я не понимаю я не понимаю если это настоящая религия красивая то и люди должны быть очень красивые модные красивые не обнаженные не пошлые вот в россии даже мода порой иногда бывает такая с плакатов смотрят женщины пошлые наглые глаза в инде такого не бывает поэтому я вот как это сказать топлю за индию потому что только оттуда приехала конечно сейчас там где живу начинается дикая жара и там я не выдерживаю поэтому я и живу у меня одна часть сердца там другая здесь и весну лето и осень начала я люблю здесь а там я зимой люблю быть и люблю свой индийский океан а здесь я люблю свою речку пахру так что вот и там люблю и здесь но суть не в этом суть вот чем друзья сколько можно вот говорить одно и то же скажите мне ну почему ну почему люди все время гоняется только за лужью почему они да вот смотрите если вы изучите еще раз повторю индийскую всю философию назовем одним словом веды философию там пураны упанишады неважно тогда у вас не будет никаких вопросов вас никто не собьет панталыку как говорят вы будете жить и у вас внутри будет жить это нечто что дает вам эту правду эту истину а если вы будете кувыркаться в других местах то у вас будет ну куча вопросов сомнений туда пошли слушать сюда пошли слушать уже не знаете где вам слушать это правда сложно но видно люди любят жить сомнениях вот этих муках каких-то на самом деле чем еще индия отличается там есть очень богатые люди есть очень бедные есть кто-то сидит и кончик на кончик носа годами смотрит но в индии это можно там погода теплая можно сидеть в местах каких-то там под тенью да и смотреть на кончик носа и никто никого не осуждает там есть касты сейчас правда немножко размывается уже вот это все но никто не осуждает богатых за то что они богатые ну а чё осуждать они выбор свой сделали у них по кости они богатые а эти бедные тоже никто не осуждает эти такие эти такие а у нас сидят внизу весь народ и судит судит богатых все они плохие для вас а если вы таким стали то вы бы даже очень схавали это все и тогда бы вы осуждали народ и все друг друга осуждают а чё осуждать мы все одинаковые это тоже еще вот я тему хочу поднять что мы абсолютно все одинаковые просто в зависимости от того в какие условия мы попадаем мы становимся теми или иными если взять вот есть один знакомый ну мать его не воспитывала он жил вот как трава и и у там не учился в школе ну естественно невежественный отец мой говорил что воспитывать надо детей когда они поперек лавки лежат ну вот а так уже трудно и получается что если бы этот мальчик родился в другом месте другой семье богатой где родители его влюбили очень уважали с детства бы учили музыки и с детства бы учили языкам он бы был другой совсем тот же самый мальчик не так ли вот но к сожалению так же и сложилось что вот индия как таковая это страна я к чему возвращаюсь это страна в которой вот вы можете познать познать и и суть суть жизни и когда познается вот эта суть жизни тогда не возникает никаких вопросов никаких обид никаких сомнений ничего не возникает и все что я вам передаю это просто я сама намеренно поднимаю те или иные мысли чтобы вам как-то вот осветить чтобы вам рассказать ну бывает конечно что какие-то люди вызывают во мне там что-то до вопросы и тогда я их открываю для вас но вот вот вам об индии вот я вернулась и первая наша встреча вот такая вот я рассказал вам то что хотела рассказать ну и все до встреч следующих всего вам доброго до свидания друзья